1,4 триллиона гривен убытков. Плохо нам будет. Ни Александр Ольшанский, ни даже Михаил Николаевич Саакашвили не могут реформировать Украину. От лоббистских групп до барыг сколько месяцев пройдет? Приветствую зрителей Политека онлайн, студии Инга Мизерия. Александр Ольшанский, заместитель главы исполнительного комитета Национальной Рады, реформ гость нашей студии. Сегодня здравствуйте. Здравствуйте. Александр, так много месяц назад говорили о вашей Раде реформ и комитет быстрых решений, простых решений, быстрых результатов, как только не называли. И до сих пор не все понимают, чем конкретно вы занимаетесь. Какая у вас задача? Давайте сначала попробуем про органы объяснить. Во-первых, это консультативный орган, созданный при президенте Украины. Рада реформ. В эту Раду реформ входят президент, премьер-министр, спикер, глава Насбанка, глава офиса, секретарь Рады Насбеспеки, все министры и все члены парламентских комитетов. Я боюсь, чтобы никого не забыть. И еще там есть исполнительный комитет. И вот этот исполнительный комитет этой Рады из двух человек, из меня и Михаила Николаевича, должен готовить на эту Раду всякие решения и так далее. Соответственно, исполнительный комитет создал там себе офис, и мы пытаемся готовить какие-то решения по поводу разных реформ. Вот на первое заседание Рады мы бы хотели вынести несколько вопросов. Реформу таможни, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Вопрос там есть такой по изменению порядка сделок со следствием при криминальных расследованиях. И вопрос приватизации. Ну и еще, возможно, там есть реформа Укроборонпрома, но я просто не уверен, что нам хватит времени на эту всю историю. А кто пишет эти реформы? Потому что, ну, был месяц, и за месяц так много вы вдвоем сделали? Нет, ну, понятно, что мы не вдвоем, но тут ситуация следующая. Во-первых, кое-что было готово давно. Ну, там, налог на выведенный капитал, ну, не знаю, у меня уже, наверное, там, мозоль на языке, это, по-моему, уже пятый год. То есть перед каждыми выборами у нас налог на выведенный капитал, причем его хотят ввести сразу все. Вот Петр Алексеевич недавно там зарегистрировал какой-то законопроект или собирался зарегистрировать. Один еще зарегистрирован в Верховной Раде Южаниной до этого. Вот, комитет Гитманцева сейчас собирается зарегистрировать. И мы еще какой-то хотим подать. Не знаю, будем пробовать, чтобы президент его внес. Вот. Ну, налоговая реформа тоже тема давняя. Там тоже было готово очень много материалов. Нам сильно помогал, есть такой человек, Гога Цхакая. Это он был в Грузии, если я не ошибаюсь, начальником налоговой службы. А там объединено, там налоговая и таможенная вместе. То есть он, собственно, проводил реформы таможни в Грузии. А потом, насколько я знаю, консультировал по реформам таможни в Азербайджане и в Албании. То есть он такой серийный реформатор таможни. По сделкам с обвинением, это законопроект готовился в Генеральной прокуратуре. Тоже брался за основу грузинский опыт, но не только грузинский. Здесь проблема очень известная. Дело в том, что во многих странах, в Грузии, в Соединенных Штатах, порядка 90% уголовных дел заканчиваются сделкой со следствием. То есть если пострадавшие согласны, есть определенная градация компенсации, и прокурор может, если обвиняемый согласен, он заключает договор с обвиняемым, и компенсация вносится в государственный бюджет, и уголовное дело до суда не доходит. То есть это сделка с обвинением. Она с признанием вины. Но тем не менее мы не тратим деньги, время на суды и так далее. В Украине сейчас меньше 20% дел заканчиваются сделками с обвинением. Это связано с недоработками процедуры, с ограничениями о том, что в Украине можно с сделкой с обвинением закрыть только дело, которое касается пострадавших государств. А в Грузии во всем мире, в принципе, любое уголовное дело может быть закрыто таким способом. Это бы решило проблемы, которые у нас дела, возбужденные против бывших министров, замминистров, важных людей, которые, как предполагает следствие, обворовывали страну на очень большие деньги, и эти дела ничем не заканчиваются. Смотрите, у нас проблема следующая. У нас в стране порядка миллиона незакрытых уголовных дел, которые находятся в стадии расследования. Понятно, что они никогда не будут расследованы, потому что их миллион. Они накопились, их невозможно, так сказать, в рамках процедуры по ним невозможно принять решение просто из-за объемов. То есть это где-то каждый сороковой гражданин Украины... Ну, это если считать детей и стариков, да, а если считать, так сказать, ну, оно же не обязательно против граждан, да, то есть там же может не быть обвиняемых, ну, там же разный, может быть, процессуальный статус. Но всего этих дел вот столько, да. Вот, то есть и у нас перегружены суды, у нас практически, ну, очень затруднен доступ к правосудию для людей. Вот, это все последствия одной истории. На самом деле, по резонансным уголовным делам, наверное, тоже возможны сделки. Но в первую очередь это коснется миллионов людей, которые хотят получить доступ к правосудию. Быстрый, такой, как это принято в мире. Вот, и мне кажется, что это неплохая идея. Ну, это важный момент, но скажите, вот чего президент от вас ждет? Потому что, в принципе, ведь когда этот орган создавали, многие говорили о том, что это некий такой пиар, что мы приглашаем опять Михаила Саакашвили, который сейчас покажет, как нужно делать реформы. Что первое от вас ждут, чтобы это и Верховная Рада рассматривала, и народ почувствовал, что вы работаете не зря? Смотрите, мы не зря поставили себе, так сказать, вот эти законы на первое заседание Рады. К сожалению, не знаю, может быть, его из-за сейчас карантина, может быть, перенесут. Должно было быть 23-го числа, но есть версия, что, может быть, его и перенесут. Потому что слишком много людей в одном месте собрать, учитывая состав этих людей, ну, в общем, даже в какой-то степени, может быть, небезопасно. Смотрите, эти темы, они взялись не с потолка, то есть мы проводили консультации и с президентом, и с Верховной Радой, и с премьер-министром. Ну, то есть, ну, проблема, например, ну, смотрите, проблема, например, таможни, да? Ну, она же уже такая кричащая, что уже просто, ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы уже она стала еще более актуальной, да? Или, например, проблема налога на прибыль. Дело в том, что налог на прибыль, ну, во-первых, сейчас в связи с коронавирусом у нас будет большая проблема с собираемостью этого налога. Значит, на сегодняшний день, в общем, по экономике Украины, задекларировано и подтверждено декларациями 1,4 триллиона гривен убытков. Это без коронавируса, это до коронавируса. То есть это те деньги, которые будут списаны, как бы, с этого налога, то есть на эти деньги государство никогда не получит налоги. То есть создан так называемый налоговый щит, да? То есть неважно, там, фиктивные эти убытки, нефиктивные, но они уже есть, они уже задекларированы и так далее. Мы просто, этот налог нас убивает. С одной стороны, он убивает инвестиции, честных предпринимателей, которые хотят проводить инвестиции, потому что фактически, когда ты что-то инвестируешь, по нашему законодательству, ты попадаешь на уплату налога на прибыль, как это ни странно. А с другой стороны, мы понимаем, что для бюджета собираемость этого налога, без того низкая в прошлые годы, сейчас будет вообще убийственно низкой, потому что сейчас будут задекларированы еще убытки в связи с коронакризисом, ну и все будет совсем плохо. То есть это тоже тема известная, старая, мы обсуждали. Ваши идеи и ваши реформы, если они войдут в клинч с интересами олигархов, а в принципе, ну по-другому, скорее всего, и не будет, как будете отбиваться? Смотрите, здесь ситуация следующая. Ни Александр Ольшанский, ни даже Михаил Николаевич Саакашвили не могут реформировать Украину. У нас нет ни полномочий, ни мандата, так сказать. Но история в следующем. Смотрите, Рада состоит еще раз. Президент, спикер, премьер-министр. Все главы парламентских комитетов, секретарь РНБО, глава офиса, все министры, да? То есть если эти люди соберутся и за что-то проголосуют, ну им придется это выполнять, потому что они сами за это проголосовали. Могут не проголосовать? Ну, знаете, я как, мы можем сделать то, что мы можем сделать. Мы же не волшебники, у нас нет волшебной палочки. То есть вот, если бы у меня была волшебная палочка, я так раз и отреформировал там, не знаю, таможню, например. Понимаете? Но мы не можем. Но мы можем подготовить документы, мы можем изучить опыт других стран. Михаил Николозович в этом смысле это удивительный ресурс на самом деле, потому что, ну, сколько в мире людей есть, которые могут сказать, я реформировал целую страну. Вот сколько таких людей? Ну, их там вот может там на пальцах одной руки, а может и нет. А из постсоветских только он, фактически. Вот, поэтому, ну, из действующих политиков. Поэтому мы постараемся сделать это настолько, насколько это от нас зависит, подготовить качественные документы. Вот по поводу того, что от вас зависит, а что нет. Михаил Саакашвили во вторник написал пост в Фейсбуке, он поделился статьей экономичной правды. Уряд вводить податок на смартфон и планшеты телевизора это папир. И что он пишет? Вот почему лоббистские группы не пустили меня в правительство. Принимаются решения в пользу конкретных частных интересов и не принимаются решения в пользу государства. А я бы смог, как минимум, заблокировать этот процесс. Те же лоббистские группы сейчас пытаются помешать нам реформировать украинскую таможню и развернули против нас уже целую кампанию. Вот ваш прогноз от лоббистских групп до барыг. Сколько месяцев пройдет? Смотрите, ну, во-первых, это все правда. То есть очевидный факт, что есть люди, не заинтересованные в реформах. Но мне кажется, что это не требует доказательств. Очевидно, что эти люди имеют влияние. Они имеют влияние в правительстве, в парламенте и так далее. Но, с другой стороны, есть другой очевидный факт. А у нас выбора нет. То есть, ну, вот если мы как страна ничего не сделаем, да, ну, плохо нам будет. Вот. И этот факт тоже осознаваем многими людьми, которые при власти. Потом вторая вещь. Есть политическая воля президента. Который, ну, он точно не является лоббистом, не знаю, там, этих сборщиков, там, вот этих денег за авторское право. Это же идея с вот этим, ну, вы знаете, о чем речь, да? Вот то, что он написал, нет? Ну, там идея такая, что поскольку, что с вот этих вот всяких электронных там носителей и так далее, и так далее, с них заранее собираются деньги, которые потом будут якобы распределены между владельцами авторских прав, потому что эти носители могут использоваться в целях пиратства. Ну, там что-то такое. Вот. Ну, такая странная концепция достаточно. Она когда-то была, может быть, и актуальна очень давно. Но сейчас она уж точно не актуальна. Вот. И, ну, это понятно, что это лоббистский закон. Будет он принят или нет, я не знаю. Я не верховно рада. Но, смотрите, президент точно не является лоббистом вот этого, да, или там, ну, не знаю, таможни или там еще чего-то такого. Вот. Поэтому я думаю, что у нас есть достаточно высокие шансы на то, что реформы, которые мы предлагаем, будут приняты. Ну, и последний вопрос. Сколько вы себе и вы нам, украинцам, даете времени, чтобы посмотреть, как вы работаете и сказать, эффективный вы орган, нужно было вас создавать или надеялись, но не получилось? Ну, смотрите, смотря что брать за критерии, если брать принятие законов, то я думаю, что полугода будет достаточно. А если брать имплементацию уже этих законов, потому что мало же принять закон, его еще нужно имплементировать и заставить работать, то я думаю, что год. Александр, большое спасибо. Александр Ольшанский, заместитель главы исполнительного комитета Национальной Рады реформ, был гостем нашей студии. Смотрите нас в Ютьюбе на Политека Онлайн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Я Инга Мизери с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok